Ребят, всем привет! С вами канал Носи Кумалюб, и сегодня у нас такое не очень запланированное видео, потому что я нашёл трёх птенцов в гнезде. В общем, сначала я думал, что у них нет мамы, и вообще поначалу я в гнезде никого не обнаружил. Вот это я осматриваю тую, и тут никого нет. Но потом туда всё-таки вернулся вот такой один птенец, и опять пропал. В общем, оказалось, в конце концов, что все три птенца сбежали, и эти все три птенца были под присмотром у мамы, которая пропала на день примерно. Эти птенчики уже довольно большие. Одного они выбросили, к сожалению, я не могу вам его показать, потому что я тогда его не фотографировал. Сами птенчики уже могут перепархивать на небольшие расстояния, и да, вы спросите, какой это вид. Это коноплянка. Они обожают вить гнёзда рядом с человеком, рядом с человеческими домами, и так уж получается, что иногда они от этого страдают. Но не в данном случае. Мама периодически уже кормила этих птенцов, но этот момент мне никогда не удавалось нормально подснять. У меня был один момент, когда у меня получилось это сделать, но это было прямо в низком качестве. Если хотите посмотреть, то этот момент сейчас появится у вас на экранах. Чем их кормит мама, в принципе? Мама их кормит зёрнами, и уж если прям вот вообще нет еды, то кормит насекомыми. Ну и то не факт, что она их будет кормить такой вот пищей. Она разжёвывает в клюве еду и пюре из зёрен, так скажем, даёт своим птенчикам. Это практически у всех птиц так работает, но коноплянки — это яркий пример данного. Чуть-чуть об образе жизни. Самка и самец вьют гнездо в одном месте, откладывают туда от 4 до 7 яиц, и начинают самкой их высиживать. Самец носит ей еду. Некоторое время после вылупления самка опять же сидит на малышах, как на яйцах, чтобы их согревать, так как у них ещё очень мелкий пушок, и они практически могут умереть даже от очень высокой температуры. И поэтому самец всё время носит, а самка сидит. Когда они становятся уже чуть повзрослее, самка слезает с них и начинает вместе с самцом кормить их точно так же. Примерно в этом возрасте их кормят раз в 15-20 минут. Если они больше не едят, то значит сам птенчик больной и, скорее всего, больше никогда не будет есть или пить. Потом, как многие птицы из семейства воробьинообразных, птенчики спрыгивают с гнезда и, собственно, начинают скакать в разных направлениях. Но самка и самец об этом знают и каждый раз прилетают, чтобы их покормить. На самом деле, когда я ещё не разобрался, я совершил глупую ошибку. Я подумал, что они вывалились из гнезда и посадил одного птенчика в гнездо. К счастью, эти птицы вообще практически не боятся человека, и они приняли этого птенчика. Он опять ускакал в неизвестном направлении. И вот самка уже пропала, она начала видеть новое гнездо. Она, скорее всего, сделает ещё две кладки, а самец до сих пор кормит наших птенчиков. Ещё он учил летать одного из них, но этого я тоже заснять не смог, потому что именно в этом процессе они бывают более всего пугливые. Ребята, а на этом всё. До встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»